Деятельность органов принудительного исполнения входит в пятерку самых востребованных госуслуг страны. Поэтому структура намерена в ближайшее время значительно модернизировать инструменты работы. В частности, служба планирует перевести общение граждан с приставами в формат онлайн-запросов. Уже сейчас Федеральная служба судебных приставов готовит соответствующий проект законодательных нововведений. Сейчас мы готовим новеллы в законодательстве, которые будут предполагать общение граждан и также юридических лиц с посредством интернет-кабинета, электронного кабинета стороны исполнительного производства. В этом кабинете можно как подать заявление о возбуждении исполнительного производства, так получить различные процессуальные документы, которые мы выдаем гражданам. Но это, естественно, упрощает и для нас работу, и экономит время граждан. Не надо будет ходить в наши отделы и терять свое время. А вот с 1 октября изменится закон о наложении запрета на выезд из страны для должников. В частности, минимальную сумму, при которой вступает запрет, поднимут с 10 до 30 тысяч рублей. Также будет ускорена процедура снятия данного запрета. Но главный судебный пристав России подчеркнул, такого, что вы оплачиваете долг прямо в аэропорту и спокойно летите за границу, не будет. По закону, ограничения будут сняты в течение суток после поступления информации об оплате задолженности. Сегодня, в рамках первого дня работы конференции, главный судебный пристав подписал меморандум о сотрудничестве ведомства с коллегами из Сербской Республики. Наши специалисты будут перенимать зарубежный опыт в части взаимодействия государства с коммерческими коллекторскими конторами, которые выполняют часть функций службы принудительного исполнения. Также в ходе конференции будет изучен опыт других стран по внедрению элементов искусственного интеллекта в деятельность судебных приставов. Глава 33 региона Светлана Орлова заявила, что проведение международной конференции во Владимирской области говорит о высоком уровне местной службы судебных приставов. Если брать проблему должников, если брать проблему детей-сирот, если брать те же проблемы ЖКХ, команда приставов работает очень профессионально. Я очень рада за нашу службу, что принимать 28 стран, это, я считаю, что доверие, это уважение, это уважение к институту, уважение к стране. К слову, внедрение современных технологий в сферу судебного исполнения в 33 регионе уже активно ведется. В частности, на сайте службы все граждане могут в режиме онлайн получить информацию о своих задолженностях. Кроме того, для удобства их погашения есть функция моментальной оплаты, которая поддерживает 11 платежных систем.